Вы слушаете план чтения Библии за год. Сегодня, 20 января. Студия звукозаписи «Свитло на сходе» представляет книги Нового Завета. Евангелие от Матфея. Глава 1. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фореса и Зару от Фомари. Форес родил Исрома. Исром родил Арама. Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наасона. Наасон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рахавы. Вооз родил Авида от Рухи. Авид родил Иесея. Иесей родил Давида царя. Давид царь родил Саламона, отбывший Заурией. Саламон родил Раваама. Раваам родил Авию. Авиа родил Асу. Аса родил Иосафата. Иосафат родил Иорама. Иорам родил Озию. Озия родил Иоафама. Иоафам родил Ахаза. Ахаз родил Езикию. Езикия родил Моносию. Моносия родил Амона. Амон родил Иосию. Иосия родил Иоакима. Иоаким родил Иеханию и брачев его перед переселением в Вавилон. По переселению же в Вавилон Иехания родил Салафииля. Салафииль родил Зарававеля. Зарававель родил Авиуда. Авиуд родил Елеакима. Елеаким родил Азора. Азор родил Садока. Садок родил Ахима. Ахим родил Елеуда. Елеуд родил Елеазара. Елеазар родил Матфана. Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов, и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов, и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал Иосиф, сын Давидов, «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней, есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». А все это произошло, да сбудется, реченное Господом через пророка, который говорит, «Вот Дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус. Глава вторая. Когда же Иисус родился в Бифлееме Иудейском в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который будет пасти народ мой, Израиль». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал у них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией и матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли? Вот ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и мать его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и мать его ночью, и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта вызвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от двух лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, «Глаз в раме слышен, плач и рыдание и вопль великий». Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. По смерти же Ирода вот ангел Господен во сне является Иосифу в Египте и говорит, «Встань, возьми младенца и мать его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и мать его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архиллай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется, реченное через пророков, что он Назареем наречется. Глава третья. В те дни приходит Иоанн Креститель и, проповедуя в пустыне Иудейской, говорит, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он, тот, о котором сказал пророк Исаия, «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, Иоанн сказал им, «Порождение ехидны! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния! И не думайте говорить в себе, «Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму!» Уже и секира при корне деревьев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мной сильнее меня. Я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас духом святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надобно креститься от тебя, и ты приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И вот отверзли с ему небеса, и увидел Иоанн, Духа Божьего, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И вот голос с небес, говорящий, «Это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Глава четвертая Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал, и приступил к нему искуситель, и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделали с хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, а ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему, написано так же, «Не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу, Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и вот ангелы приступили и служили ему. Иисус же, услышав, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом Галилея языческая». Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовами, и говорит им, «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами людей». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова, Зеведеева, и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, чинивших сети свои, и призвал их, и они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царства, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и парализованных, и он исцелял их. Исследовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и Из-за Иордана. Благословенного вам дня! Слушайте следующие главы завтра вместе с нами. Продолжение следует...